Всем привет, любители ручного инструмента, ну или точнее, те, кто вообще смотрит мой канал, данную рубрику. Обзавелся я обжимными или кримпер, как по-мутному, смотрите, называть как хотите. Бюджетная модель, дешевле полутора тысяч, со всякими скидосами, можно там за 1400, 1450 и ниже даже урвать. Но когда вы будете брать, я не знаю, какая будет цена. А чё ты такой взял, надо было другой брать, а чё? Ну, потому что, смотрите, это как, говорится, нормальный кримпер, как говорится, нормальный, нормальный, как вы любите. Они обычно за сам прибор хотят, ну, те же две с половиной минимум, и вы скажете, это не нормальный. Нормальный это 15, 12, может быть и так. У каждого свои степени нормальности, но пока вы будете думать, вот, когда-нибудь, этот вот уже здесь, за недорого, как говорится. Ну, вот так вот. Что здесь прельщает лично меня, это сразу наличие обжимных гильз. А так как я куда-то в высокий ток не лезу, ну, в плане и в напряжение высоко, и в ток, и мне вот этого достаточно, и попробовать хватит, и, в общем, как бы вот это всё. А если понравится, ну, хорошо, не понравится, не хорошо, но мне нравится. Смотрите, сколько? 40 гильз, 10, 12 называются они, Е10-12, Е60-12, ну, и так далее. В общем, под, они, видите, под 7 АВГ, это 10 миллиметров, 10 АВГ, 12 АВГ, 14, но чем больше число у надписи АВГ, тем тоньше провод. Вот, вдруг кто думал, что наоборот. Это такой американский стандарт. Ну, в общем, плюс для меня был в том, что целый набор со всеми, сразу всеми готовыми штуками, и, в принципе, производитель-то не какой-то левак, а кайвиц, да, то есть это, не знаю, бренд второго, третьего эшелона, какого там эшелона? Ну, мультиметры нормальные, в принципе, а что? Почему бы не попробовать? Китай делает всё, потом брендирует каждый по-своему, качество меняется. Ну, и коробочка плюс ко всему, металлический штифт, наверняка его можно вытащить при желании, и пальцем запихнуть назад. Вот, есть даже место под замочек, какой-то маленький замочек или что, чтобы там стяжкой затянуть, чтобы она не открылась в процессе. Ну, в общем, прикольно, такие мелочи. Собственно, сам крип, 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 ой, обжимной, короче. Потом здесь вы можете выбрать, как сильнее или слабее обжимать, зачистной, но не то, что он в подарок, такой стрипер, микро-стрипер, но он есть. Такой вот. Не, ну где-то пригодится, наверное, вот так какой-нибудь проводочек засунуть. Так, чик. Нифига. Значит, не сюда засунули. Или плохо прижал. Давайте ещё раз. Чик. По кругу. Ну, из меня так себе не очень получается, как надо сделать. Не, ну что-то чистит он, надо приловчиться. Я таким давно уже ничего не чищу. Я чищу вот такими вещами, гораздо удобней. Сразу хоба и готово. Но, тем не менее, он есть в комплекте, что уже плюс, уже не надо дёргаться. Дальше сам аппарат. Прибор. Называется он KDC-01. Скорее всего, под другими брендами, марками он также существует в других ипостасях. В других цветах. И вы скажете, это копия чего-нибудь. И, наверное, так оно и есть. Регулятор с какой силой чего сжимать, он фиксируется вот таким винтом. Я уже попользовался, если что. Вы думаете, что я прям впервые вот так вот для вас открыл. Видно, что уже пользовано. Фиксируется, хотя на коробке его не нарисовано. Видимо, опыт сын ошибок трудных. Вот так. Зафиксирован он хорошо. Возьмём отвертку побольше. Но он у меня уже тут зафиксирован как надо. Вы можете немного отпустить для себя. Потому что вначале он стоит на самый какой-то вот, самый минимальный вариант, который только можно вообще. Надо выкрутить его весь. Самый минимальный вариант. Потом вы выбираете, что вам надо, и фиксируете. Можно, может, и не фиксировать. Ну, хз. Раз стоит, значит, китайцы всё-таки подумали, что надо фиксировать. Вот как это происходит. В гильзу вы вставляете провода. Потом сюда вставляете гильзу. И вот этот механизм внутри, из множества таких, видите, металлических пластин, он сжимается. И тем самым обжимает максимально гильзу, насколько возможно. Всё, после этого вам не надо ничего, лудить контакт. Ещё как-то вы сразу эту гильзу вставляете в устройство. И дальше винтовым соединением, например, её затягиваете до определённого усилия. Ну, не знаю насчёт таких больших. Я не пробовал. Я пробовал вот всякую мелочь. И первое, что у меня валялось прямо на столе, я его специально оставил. Для примера, чтобы показать такой бананоплак. И вот я ещё его откусил, сделал его покороче. И, пожалуйста, вот так вот раз вставил. Сейчас покажу получше. А потом начнём уже обжимать побольше чуть-чуть провода. Опять же... Куда оно упало? А, нет! Только мне так может повезти. Я не вижу, где он. Он-то и бы тут затерялся надолго, приятель. Вот. Вот таким образом выглядит. Вот так я вставил и винтом зажал, да? Поняли? Так. Сейчас поставим на место. Значит, как это работает? Сюда вставляешь, фиксируешь. Всё. Можно просто провода. Это быстро зажимной. Можно сказать, просто провод засунул. Если он многожильный, проблема. Если он одножильный, конечно, всё попроще. Но что-то не очень представляю. Бананы вот такие с одножильными. А если он многожильный, смотрите, что происходит. Второй я не обжимал, да? Вот этот миниатюрный проводочек. Не обжимал. И что происходит? Происходит следующее. Вот. Как это выглядит? Вот так это выглядит. То есть, вот просто даже немного облужённый. Вот так вот он болтается. Не пойми как. И контакт, соответственно, тоже такой же. Но здесь не так, чтобы сильно было важно. Но всё равно важно. Поэтому давайте попробуем всё это дело. Сейчас. Вот, пожалуйста, распрямим. Лишнее уберём. И какой-то самый маленький, наверное, нам и подойдёт. Так, лишнее я обрежу. Вот возьму какой-нибудь самый маленький, самый тоненький. По-моему, тоньше него нет ничего, да. Вот. Одеваю. Ну, ладно. Можно обрезать уже тогда вот так. Зачистить до ровного. Одеваем. Вы скажете опять же, вот, плохо сделал, не выглядывает сверху. Я же знаю, кто-нибудь, кто-нибудь скажет. Сейчас. Вот. Потом всё лишнее просто обрезаете. Всё мелкое такое. Уж простите. Провода. Можете скручивать, можете не скручивать. Из моего опыта вообще на это пофигу. Кто-то говорит, что вот скрученные провода, вот так, если обжать, они переломятся там внутри. Если провода у вас вообще плохие, они так или иначе везде попереломливаются, и всё будет отвратительно. Если нормальные, то хрен им что будет. Поэтому скручиваем и вот так вот делаем. Потом берём обжимной, вставляем. И вот так вот. Ну, конечно, пластик туда не втыкаем, оставляем только гильзу металлическую. И сжимаем. Всё. Вот таким вот образом. Ну, красота. Сидит надёжно. Назад не выскочит. Тут защищено. Тут защищено. Если слишком длинный, как, например, в моём случае, то можно небольшой кусочек откусить. И всё. От всех делов-то. После чего ставим. Всё нормально, идеально. Просто идеальнейшим образом. И фиксируем. Вот. Это соединение такое, оно уже будет гораздо надёжней. Сейчас вначале вкручу винтик, потом уже его. Вот это соединение будет гораздо надёжней. Контакт у него будет лучше. Соответственно, для всего остального оно тоже будет лучше. Так, на весу это, конечно, делать всё так себе. Ну вот, всё. Готово. Это вот такой небольшой, небольшой вообще пример. Просто то, что вот не знаю, какие-то мелочи делаете. Давайте посмотрим провод побольше. Так, насколько... Это медь, а насколько... Я не помню. Я не помню, насколько электрики есть. На глаз так быстро определите. сейчас мы посмотрим по размеру. Вот как раз сюда тоже обжимаем. Вставляем. Раз. За один заход. Вот такой вот квадратный профиль получается. И всё обжалось. Сидит прочно. А? Надо было глубже засаживать его. У меня тут хвост выглядывает. Если вам мало оно обжимает, значит, увеличьте силу обжатия. Как будут гильзы реагировать? Там несколько раз обжимать. Там некоторые ещё раз пытаются обжать. Мне кажется, это уже дело бесперспективное, потому что ну хз. Хотя хрен его знает. Кто там может и обжимает несколько раз. Смотрите сами. Возьмём потолще провода. Это, наверное, уже два с половиной. Так, потолще. Ещё раз говорю, для профессионального такого супер-пупер использования может быть это и не сгодится. О, подходит. О, идеально. Но для дома самое то. Так, для проводов, которые потолще, наверное, надо тут настройки поменять. Ну, хотя давайте попробуем так обжать, а потом глянем, хватает ли силы обжима или надо помощнее. Раз. Ага. Наоборот, послабее надо. ты слишком. Аж двумя руками пришлось. Не, она мёртвая сидит. Ну, всё. Охрененно. А чё ещё надо? А не знаю, я её не сдёрну. Ну, так вот, руками я не сдёрну. Чем-то мы пассатижами попробовать дёргать. Да, не сдёргивается она. Ну, как ты её сдёрнешь? Нет. Кто-то жаловался, что плохо, ну, жмёт. Ну, не знаю. По-моему, нормально. Так, это вот синие, это насколько интересны они АВГ. Вот есть вообще совсем беленькие, самые маленькие. Ух ты, тонюсенькие. Вот такая вот штука. Вот. Можно, да, взять вот это, просто вставить куда-то, где у вас там, не знаю, там, в розетку ту же и закрутить, и провода там там вот так вот разойдутся, да, например, прикрутятся, ну, и как-то будут там держаться. А можно вот так вот сделать в гильзочку и потом её уже, хоп, и уже надёжно прикрутить, знать, что контакт будет получше. А электрика наука о контактах. Обязательно кто-то скажет, да, это фигня, всё криперы, надо нормально брать, а лучше залудить, да, это всё не так. Ну, ребята, что вы вообще тут тогда делаете? Вы такие умные, наверняка очень богатые люди. Покупаете себе приборы по 15 тысяч, покупаете себе гильзы там по 50 рублей за штучку такую маленькую, и у вас всё хорошо. я так тоже могу, но не хочу, как говорят в мемах. Как по мне, вполне хороший наборчик. Вот так вот для дома, те, кто стоит перед выбором, я сейчас расскажу, как это происходит. ты стоишь перед выбором взять какое-либо устройство, но пока ещё не знаешь, так ли оно сильно тебе надо. Так бывает. Ты стоишь, стоишь, смотришь, думаешь, вот возьму, а вдруг мне хватит и вот этого, то, что попроще. А вдруг, если вы уже работаете обжимными, вы знаете, какое вам надо, но если вы берёте что-то для дома, да, вот если я работаю, я не знаю, там, какие-нибудь отвёртками, я знаю, какие отвёртки мне нужны, да, я знаю, какие мне пассатижи нужны, потому что, ну, это долгий этап прохождения, там, одни, вторые, третьи, разные бренды, всё пробуешь, потом ты приходишь к чему-то лучшему, именно потому, что ты ими работаешь постоянно. А если ты обжимными не постоянно, а вот так вот для хобби что-то там делаешь, да, какие-то тебе наконечники обжать, и прикольно, когда они обжаты, а не когда-то там мучаешься, их там, пытаешься там залудить или ещё, ну, короче, теряешь время, занимаешься ерундой, когда можно вот так, чик, и всё. И ты приходишь в магазин, смотришь, ага, обжимной стоит столько, это стоит столько, всё неизвестных брендов, и я начинаю вот это вот думать, а может взять получше, ну, такой, он мне никогда не окупится, для хобби он мне, конечно, не нужен. Вот опять же, да, я им не так часто буду пользоваться. Вот взять просто какой-то бренд, более-менее, так сказать, ну, не знаю, опять же, буду жалеть, а что я лучший не взял? И вот ты вечно откладываешь, думаешь, может получше, может получше, может получше, потом, не знаю, надо находить вот этот компромисс, поднимать руку, взмахивать ей, и говорить, ну, блин, камон, сколько можно откладывать? А я вот это вот откладывал очень долго. Вы уж простите, что кашляю, я еще немного болею. Вот, я это все откладывал довольно долго. Надолго его хватит, хороший механизм, плохой. Ребята, вещь за, там, 1400 рублей, ой, кто-то сказал, что теперь она 1600 стоит, автор обманул, ах ты такой, вот такой автор, вы же думаете головой, когда запись ведется, а когда что? А когда вы зашли в нее посмотреть, это да, надо же так было подумать-то. Так вот, на инструмент, который стоит там 1400, с набором гильз, причем не нонейм, а все-таки, кайвится, я сейчас пользуюсь мультиметром их. Вот он, красавчик. Вот он у меня сейчас такой стал основной, КМ-602. Вполне нормальный, быстрый, хороший. Вот. Ну, поэтому я считаю, да. Можно попробовать. Выбор вообще, вот, вы сами думаете, надо оно вам, не надо. Я уверен, что тысяча мнений есть. Кто-то скажет, лучше отдельно взять, лучше взять хорошие инструменты на всю жизнь. Это правильно. я одобряю. Есть возможность, вот так вот, чтобы раз вынуть и взять сразу хороший. Бери хороший сразу, иди бери хороший. Либо вот так вот мучайся из года в год, все думаешь, что ты потом возьмешь, сейчас там чуть подкопишь, потом тебя на то надо, на пятое, десятое. И мне нравится, когда есть вот такой вот набор, сразу все, знаешь, ты берешь, пробуешь и сразу понимаешь такой. О, это мне нормально, это меня устраивает, зря я что-то там мощнее хотел. Меня устраивает, за эту цену. Либо говоришь себе, ну, это меня не устраивает, пойду покупать дорогой. Вот как-то так. Но меня лично устраивает. Вы уж простите, вы скажете, почему здесь нет, в кавычках, простите, естественно, ну, как я могу у вас прощение просить, я вам ничего плохого не сделал. Это для светских слов, такой речевой оборот распространенный, когда говорят, вы уж простите. просто многие думают, что я правда у кого-то прощения там прошу, они такие сразу отважности надуваются, умничают что-то там в комментариях. С ума сошлись что ли? Ребят, головой думайте. Так вот, вы уж простите, кто-то скажет, вот, тут вот мало тестов, мало пообжимал, что он там два раза обжал, какие-то мелкие провода, все ерунда. Вот я смотрел на канале, там было 200 обжимных, тысяча тестов, вот там нормально. Вот туда сходите, там посмотрите. Заодно там посмотрите рекламу, ну и все прочее. Вы же самые умные, молодцы. А здесь, кому нравится, ставят большой палец вверх, или добрый комментарий пишут. Да либо ничего не делают, потому что мне вообще пофигу, потому что это не приносит никаких денег, если что, мне не приносит. Может, вам приносит, если вы там какие-то пишите плохие комментарии. Я не знаю, кстати. А если все нравится, ну хорошо, значит, это видео для вас, значит, вы именно тот человек, который хотел услышать мнение личное от другого человека, который тоже долгое время был в выборе, что же выбрать. Я вам даже больше скажу. Кроме Кайвиц, есть куча других всяких брендов. Вы скажете, а вот такой же набор, но с другим названием, он лучше или хуже? Я вообще не знаю. Я просто вот этот выбрал, потому что мне знаком уже был бренд. Все. И как бы вот. Если бы бренд не был бы знаком, я бы еще бы дольше бы сидел и выбирал среди неизвестных мне брендов. Вот как-то так. У вас, может быть, вам знаком какой-то другой бренд, и вы возьмете какой-нибудь его набор. Но то, что набор для дома надо брать сразу, я вот для себя лично решил это вот стопудово. Не отдельно, то отдельно, то слишком дорого, долго. И как бы вот. А вот именно набором. Я для себя понял, какие-то вещи надо брать наборами, потому что это прям рулит и педалит. Вы думаете, вот это все будет использовано? Он будет выниматься когда-никогда, но зато доставлять радость, когда вот надо будет вот так мне обжать. Я обожму и буду себя чувствовать хорошо и приятно. А не будет у меня опять. Эх, вот опять. Тут, блин, что, залудить, может, его все-таки лучше. Или так он обожмется. И, ну, короче, что там еще можно добавить? А, ну, есть еще куча людей, которые, наверное, скажут, зачем обжимать? Можно так? Ой, а мы-то в советские времена припой грели, вот так провода макали, все, лудили, все нормально было, без всяких отжимов. Куча может быть историй. А может вообще никаких историй не быть. Сейчас YouTube очень злостно не пропускает вообще никаких комментариев, так что, может, ваши комментарии не пропустят. А может пропустят. В любом случае, посмотрели, узнали мнение, всякие тесты и прочее, это делают те каналы, у которых много денег, много времени, которым платят за работу. Я лишь высказываю свое оценочное суждение, личное мнение и ничего более. У микрофона был метатрон, вот так это работает, уже работает у меня уже часть там обжата всяких мелочей, я доволен, удовлетворение получил, гештальт закрыт. Как у вас оно будет, это только ваш опыт. Не болейте, друзья, не чихайте. Хорошего вам инструмента, чтобы он вас радовал, доставлял удовольствие. Жизнь и так, и не слишком длинна, чтобы там, знаете, вот это в муке выбора годами думать о то, о сё. До скорых встреч, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok